Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем наши беседы в рамках библейского портала экзегет.ру о послании святого апостола Павла к Галатам. Во церквях в Галате появились уже учителя, которые уверяли новообращенных изъязычников, что они должны принять ветхозаветный закон. И апостол резко возражает против этого, говоря, что человек спасается не делами закона, а верой в Иисуса Христа. О несмысленные Галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили дух или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Апостол обращается к духовному опыту, который пережили сами Галаты. Он говорит, через дела ли закона вы получили духа. Святой Дух действует в жизни христиан, и он особенно удивительным, могущественным образом действует в жизни ранней церкви, когда совершаются чудеса, совершаются знамения. Люди массово приходят ко Христу именно под влиянием этого удивительного духовного опыта, когда Бог подтверждает свое присутствие чудесами, знамениями, и самое главное, чрезвычайно удивительным и резким изменением образа жизни людей. Поскольку главное чудо — это не когда происходит чудесное исцеление, не когда человек болел, а потом по молитве исцелился. Главное чудо — это когда человек погрязал в грехе, это когда человек вел жизнь безбожную, а потом он обратился к новой жизни, его жизнь полностью переменилась, он стал совершенно другим человеком. Например, я помню, как я беседовал с одним человеком, который сидел в тюрьме за серьезные преступления, и там, в тюрьме, он покаялся перед Богом. И его жизнь полностью переменилась. Он стал абсолютно другим человеком, с другими интересами, с другим характером. И вот это главное чудо — то, что меняет человека. И апостол обращается к тому опыту, который есть у галатов, которые обратились из язычников, которые обрели веру во Христа. И это опыт того, что для ранней церкви, и апостол обращается к этому опыту, Иисус, как говорит один ученый, исследователь Нового Завета, он говорит, Иисус могущественно жив для ранних христиан. То есть он не просто жив, как некое провозглашение, он не просто жив, как некая бледная тень, он жив не как вот, не знаю, павший герой, жив в сердцах товарищей, а жив именно могущественным, спасительным образом. Что Христос присутствует среди верующих в Него и подает им Святого Духа. О чем и говорит Святой Апостол, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона производят это, или через наставление вере. Как вы оказались христианами, как вы оказались в общении со Христом, как произошли все эти чудесные, удивительные перемены в вашей жизни. Через то, что вы соблюдали Ветхозаветный закон, вы приняли обрезание, вы не ели свинины, вы делали все то, что предписано в Ветхом Завете. Нет, конечно. Вы об этом и не думали. Вы поверили в Иисуса Христа, умершего за ваши грехи и воскресшего из мертвых. И когда вы поверили, вы открылись действию Божьего могущества в вашей жизни. И это произошло, очевидно, через наставление в вере. Через то, что апостол возвестил галатам веру в Иисуса Христа, они ее приняли, они ей покорились. И далее апостол рассказывает о том, что же есть вера. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе богословятся все народы. И так верующие богословляются с верным Авраамом. Авраам — это одна из ключевых фигур Библии, одна из ключевых фигур истории спасения. Его называют отцом веры, причем не только христиане. Это одна из самых почитаемых фигур и в исламе, и в иудаизме. Это называют религии авраамические, именно в честь Авраама. И в чем состоял подвиг Авраама? Аврааму явился Бог и дал ему обетование. То есть торжественно ему пообещал, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. В древнем мире у людей не было еще обетования вечной жизни, и лучшее, о чем человек мог для себя мечтать, — это многочисленное потомство. Самое большое несчастье, которое в жизни человека могло случиться, — это умереть бездетным. И вот Бог говорит, у тебя будет многочисленное потомство, как морской песок, как звезды на небе. И у Авраама есть его возлюбленная супруга Сара, и это обетование дано, и время идет. И время идет, и идет, и идет. И Авраам и Сара становятся глубочайшими стариками. Аврааму уже сто лет и Саре девяносто. И кажется, что обетование Божие не исполнилось, и исполниться не может. Им уже не восемнадцать лет, и не двадцать, и не двадцать пять, и не сорок даже. Они глубочайшие старики. Но Бог совершает чудо. И в конечном итоге у Сары и Авраама рождается сын, Исаак. И Павел приводит Авраама как пример веры. Что делает Авраам? Он какие-то там дела законов выполняет? Да нет, речь идет о другом. Как говорит Священное Писание, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть Авраам услышал Божие Слово, он услышал это Божие обетование, и он на него положился. Он сказал, да, Бог исполнит то, что он сказал. Я в этом не сомневаюсь. Я полагаюсь на Божие Слово. Даже если с земной точки зрения кажется, что я ошибся. Даже если с земной точки зрения проходят годы, и Сара остается бесплодной, и у нас нет детей. Но Бог дал обещание. У меня будет многочисленное потомство. Значит, у меня будет многочисленное потомство. Я просто на это полагаюсь, потому что это Слово Божие. Бог не может лгать. Даже в ситуации, когда я сталкиваюсь с ситуацией, когда кажется, что все это не так, кажется, что все эти обетования не сбудутся, я все равно буду верить. И вот Авраам верит Слову Божию, и Бог это вменяет ему в праведность. Ну, вменять, то есть засчитывать. Бог считает Авраама праведным. Бог принимает Авраама в общение с Собою на каком основании? На том основании, что Авраам очень старательно выполнял все предписания закона? Нет. На том основании, что Авраам поверил Богу. И именно на это указывает апостол Павел. И Писание, проведя, что Бог веру и оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе богословятся все народы. И если мы обратимся к Ветхому Завету, нам сказано, и богословятся в тебе все народы, потому что ты поверил Слову Моему. И верующие богословляются с верным Авраамом. Верующие обретают Божие богословение, не обретают оправдание. Таким же образом, как Авраам, поверив Божьему Слову. И апостол говорит, что люди, которые пытаются оправдаться перед Богом делами закона, находятся под клятвую. Они подвергают себя проклятию. Каким образом? Почему? Потому что закон обязывает нас полностью его соблюдать. И закон тут имеется в виду не только ветхозаветный обрядово-иудейский закон. Для апостола Павла, и это ясно из других его посланий, для апостола Павла закон — это человеческие усилия вообще, которые направлены на угождение Богу. Закон — это нравственный закон, это попытка жить по воле Божией, сама по себе хорошая. Но апостол говорит, что нельзя оправдаться законом. Почему? Потому что мы все нарушаем закон. Перед законом мы все преступники. Конечно, мы предпочитаем этого не видеть. Мы предпочитаем видеть, когда мы сделали нечто доброе, нечто похвальное. И мы это себе вменяем в большую заслугу и готовы уже с Бога требовать себе награду. Но закон, он не требует, чтобы его соблюдали время от времени. Закон требует, чтобы его соблюдали постоянно и весь. Проклят, кто не исполняет постоянно и всего, что написано в книге закона. Ну, это так и с законом, например, государства. Если я совершу, к примеру, кражу, и меня привлекут к суду, то я, конечно, могу сказать, ну, послушайте, вот есть огромное количество статей Уголовного кодекса, которые я не нарушал. Я их соблю. Во всем остальном я себе показал законопослушным гражданинам. Понятно, что мне адвокаты посоветуют такую линию защиты не избирать, потому что мне, конечно же, судья скажет, ну, мы тебя и не обвиняем по всем остальным статьям. Мы тебя обвиняем конкретно за кражу. Вот в краже ты виноват, и ты будешь за это осужден. И точно так же, если мы соблюдаем Божий закон, скажем так, несколько лучше, чем все остальные, это не делает нас оправданными, потому что мы его все равно нарушаем. И закон показывает нам нашу проблему. Закон показывает нам, что мы все грешники, что мы все его нарушили. Конечно, люди по-разному нарушают закон. Есть разная тяжесть греха, там разные масштабы преступлений, но мы все грешники. Я приведу такой пример. Как-то я читал сагу о Греттере. Это такое, ну, типа, былины, такое повествование о жизни древних исландцев. Древние исландцы были жуткие главорезы вообще. И там упоминается такой персонаж по имени Эльвин Деталюбе. Это там местный такой конук, князь. И свое насмешливое прозвище он получил за то, что запрещал своим воинам во время набегов подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. И это вот в его окружении выглядело настолько странным, что ему даже дали вот такое прозвище из-за того, что вот он так поступал. И понятно, что, да, наверное, этот человек в нравственном отношении наголову выше своего окружения. Вот все ловят младенцев на копья, а вот он считает, что нельзя так делать. Он один такой человек. Это удивительный человек на их фоне. Но на фоне, скажем, уже нашего общества тот же Эльвин Деталюб был бы, ну, просто бандит. Он бы в тюрьме сидел. Потому что у нас нравы все-таки получше. Но если мы сравниваем уже даже не с нашим обществом, мы сравниваем с ангельским обществом, с обществом святых, с тем, что Бог для нас установил, оказывается, что мы все грешники. У нас разный может быть масштаб греха. Конечно, мы не являемся грешниками одинаково. Да, есть более тяжкие грешники, есть менее тяжкие грешники, но мы все нарушили закон. И мы все подпадаем под осуждение закона. И когда мы пытаемся явиться на суд и сказать, я вот по закону ищу оправдание, мы оказываемся в большой опасности, потому что по закону мы все осуждены. И апостол говорит, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Это цитата тоже из Ветхого Завета, где говорится, что праведный будет жить верой. Да, мы не можем оправдаться законом, но Бог предлагает нам другое будет спасение через веру. И апостол говорит подробнее об этом пути. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят, всяк висящий на древе», дабы богословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Итак, закон, закон Божий нас осуждает, мы все его нарушили, мы все согрешили перед законом. И тут важно понять, что закон Божий не является какой-то произвольной такой установкой, которую можно пересмотреть. Нет, закон Божий отражает нравственную природу самого Бога. Бог что-то заповедует не потому, что вот произвольно ему так захотелось, потому что Бог праведен, Бог чист. И мы все осуждены перед этим праведным и святым законом. Мы все прокляты. Мы все по закону являемся наследниками осуждения, наследниками проклятия. И апостол ставит нас перед этим пугающим и неприятным фактом для того, чтобы мы поняли, что для нас совершил Христос. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклят» всякий, висящий на древе. Христос понес это проклятие на себе. Его смерть на кресте настолько была ужасной для богочестивых иудеев, что она символизировала собой Божие проклятие. Считалось, что человек, который умирает вот так вот в воздухе, не касаясь земли, он проклят. Самых страшных преступников только могли предавать такой казни. Но Христос умер страшной смертью, которая символизирует проклятие и отвержение, и осуждение. Смертью, которая предназначена была для последних злодеев, потому что он понес наше преступление на себе. Христос отождествляет себя с грешниками настолько, что его смерть на кресте является их смертью. Является исчерпанием их проклятия. То осуждение, которое должно было прийти на нас, совершилось, когда Христос умер на кресте. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус говорит, последние его слова, он говорит «совершилось». И это греческий термин, который в древнем мире использовался, ну, он несколько имеет значение, но в частности использовался как легальный юридический термин, который означал закрытие долговой расписки. Вот была долговая расписка, я был должен кучу денег, и меня могли за это преследовать, что я их не отдаю. Но представьте себе, какой-то нашелся богодетель, который выплатил все мои долги. И тогда поперек этой расписки писали «совершилось», там титалиста, это будет по-гречески, то есть оплачено, погашено, закрыто, больше этого нет. И вот Христос, когда он умер на кресте, он исчерпал собой это проклятие закона, его больше нет. Люди грешат, и люди совершают ужасные, отвратительные перед Богом дела. Дела, которые, безусловно, подлежат осуждению. Но когда они приходят ко Христу, это осуждение и проклятие снимается. Каким образом? Грех не перестает быть грехом. Закон Божий не перестает быть законом. Святость Божия не перестает быть святостью. Каким образом люди избавляются от греха? А потому что Христос понес на себе проклятие этого греха. Я помню, как я разговаривал с одной женщиной. Она была врач, и первую часть своей карьеры она работала на таком аппарате, который делал аборты на ранних сроках. И она, наверное, их делала по нескольку за смену. И она, наверное, за свою жизнь поубивала сотни детей, и, наверное, скорее всего, сотни, много. И сейчас она христианка, она участвует в движении за жизнь, и она полностью чиста перед Богом. Она придет на суд Божий, и все эти грехи, которые она совершила, до обращения ей не вменятся. Почему? Потому что Христос умер за ее грехи. Христос искупил ее, Христос искупил меня, Христос искупил всех нас от клятвы закона, потому что он умер на кресте, на Голгофе. Я как-то читал трагическую историю про то, как один человек, полицейский, случайно сбил ребенка, его тяжело искалечил, отвез в больницу и покончил с собой. Потому что ему было невыносимо сознавать, что он причинил такой большой вред. Но Евангелие говорит о том, что не нужно так делать, не нужно себя приговаривать, не нужно себя казнить. За наши грехи умер Христос. И это значит, что все, что мы сделали проклятого, уже искуплено. И когда мы приходим ко Христу с покаянием и верой, мы приобретаем не проклятие, мы приобретаем богословение. Христос приобрел для нас богословение, мы богословлены Богом. Почему? Потому что мы такие хорошие, потому что мы очень старательно соблюдали закон, мы нравственно безупречны. Нет ни в коем случае. Мы очень даже упречны. Мы заслужили осуждение и проклятие, но Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И благодаря этому мы обретаем богословение. Благодаря Иисусу Христу. И далее апостол продолжает. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном – и семени твоему, которая есть Христос». Я говорю о том, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. То есть о чем здесь речь? Бог дал Аврааму обетование. В тебе богословятся все племена земные. Почему? Потому что Авраам поверил Богу. Закон Моисеев появляется столетия спустя. Бог дает людям закон столетия спустя. И апостол говорит, закон, он отменяет это обетование данное Аврааму. И он говорит, нет, конечно. Бог обещал Аврааму. За что Бог Авраама богословил? За веру. И Бог сказал, что в тебе богословятся все земные племена. Закон приходит после. Закон этого не отменяет. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений. До времени пришествия семени, то есть потомка Авраама, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукой у посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Закон дан по причине преступлений. Закон выполняет несколько разных важных функций. Он, с одной стороны, наставляет людей в праведности, он сдерживает преступления, и он обличает преступления. То есть законом познается грех. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. И апостол уже предвидит возражение, когда кто-то ему скажет, но закон тогда получается плохой, закон противен божественным обетованиям. Зачем он тогда вообще был нужен? Апостол говорит, нет, конечно, никак закон не противен. Если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Каким образом Писание всех заключило под грехом? Закон показал нам нашу неспособность угодить Богу. Закон показал нам нашу проблему, что мы грешники, что мы провалились. Это тот момент, когда человек попадается, когда человек видит перед собой обвинительный акт, когда он понимает, что он осужден, что он согрешил. Закон показывает людям, что они виновны. И это болезненный, неприятный момент. Очень часто люди враждебно относятся к церкви, враждебно относятся к христианству, потому что закон их обличает. Закон причиняет боль. Закон говорит, что ты согрешил, ты виновен. И закон ставит неприятный диагноз, чтобы мы согласились на лечение. И он не может нас животворить. Диагноз не животворит. Диагноз, наоборот, приводит нас в большое огорчение и уныние. Мы выходим из кабинета врача, сильно понурившись. И мы думаем, а что же теперь нам бедным делать? Мы в большой беде. И вот закон, он не может нас оживотворить, но он является, несомненно, божьим богодеянием, потому что точно так же, как постановка диагноза, является богодеянием. Но сам по себе диагноз никого не вылечит. Когда врач сообщает пациенту, ты тяжело и опасно болен, то это его не животворит. Это, наоборот, его сокрушает. Но в этот момент человек задается вопросом, что же мне делать, как же мне избавиться, как же мне спастись от этой страшной болезни. Или, возвращаясь к такой более законнической аналогии, когда человека обвиняют по закону, он понимает, что он виновен, он смиряется и думает, как же мне спастись из этой беды. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. И вот обетование, то есть обещание спасения, Бог дает не через закон, а через веру в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Но по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. То есть закон подготавливал людей к приходу Иисуса Христа. А когда пришла вера, уже нет нужды в нем, как в детоводителе. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». «Ибо все крестившиеся во Иисуса Христа, во Христа облеклись» — это то, что поется на больших церковных праздниках «Елиться во Христа крестестися, во Христа облекостися». И верующие, которые крещены во Христа, теперь разделяются Иисусом Христом его богословения, точно так же, как Христос понес на себе их проклятие. Это значит, что, будучи во Христе, мы теперь сыны Божии. Мы теперь семя Авраамова и по обетованию наследники. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы закон соблюли? Нет, мы его не соблюли. Мы как раз по закону провалились. Благодаря тому, что закон для нас, за нас соблюл Христос, который умер за наши грехи, который унес наше проклятие, который воскрес из мертвых, который даровал нам свою праведность и свою жизнь. Это была беседа о третьей главе послания святого апостола Павла Гаватом в рамках библейского портала Экзегет.ру